Добрый день! Вы на канале ЯГеймер. И сегодня мы будем делать, получается, деревянные инструменты. Как делать верстак? Доску и палку я оставлю ссылку под видео. Для этого нам понадобится палка, потом понадобится также деревянная доска и верстак. Палочки мы выставляем в верстаке. Две палочки посредине, получается, и три доски вверх-вверху. И таким образом у нас, получается, две палочки и три доски используем. И получается деревянная кирка. Так, деревянная кирка, 1,2 скорости атаки и 2 урона. Деревянная кирка пригодится только в самом начале игры, чтобы добыть первую партию булыжников и сделать более прочными каменные инструменты. Несмотря на то, что деревянную кирку очень легко сделать, из-за своей крайне низкой прочности ее нельзя рассматривать как эффективный инструмент. Кроме этого, деревянной киркой нельзя добыть редкие руды, такие как золото, красный камень, алмазы и изумруды. Но можно использовать для добычи булыжников и угля. Хотя, несмотря на то, что деревянную кирку очень легко зачаровать, не стоит этого делать, так как у нее слишком малая прочность. Лучше этот же опыт использовать для зачарования железной кирки, так как степень зачарования у них практически одинаковая, а прочность железной кирки намного выше. Хотя стоит отметить одно незаменимое свойство деревянной кирки. Только с ее помощью можно перенести наковальну, так как другие инструменты разрушают ценный предмет. Преимущества деревянной кирки. Легко сделать. Можно перенести наковальну. Недостатки деревянной кирки. Очень быстро поломается. Нельзя добыть алмазы, золото, красный камень, изумруды. Нет смысла зачаровывать. Для изготовления деревянной кирки нам надо всего лишь две палки и три доски. Так, кирку мы сделали, получается. И в данный момент мы будем делать лопату. Лопату будем делать. Для того, чтобы сделать лопату, нам надо выставить, получается, две палки посредине и одну деревянную доску. И получится у нас деревянная лопата. Вот две палочки выставляем. И деревянная лопата такая вот получается. Лопата. Это инструмент, который используется при добыче песка или земли. Лопату можно зачаровать, но лучше зачаровать лопату из более прочного материала. Преимущества лопаты. Легко сделать. Может быть полезно в самом начале игры. Недостатки. Быстро ломается. Нет смысла зачаровывать. Для изготовления лопаты нам понадобится две палки и одна доска. Так, лопату мы сделали. Переходим к другому инструменту. Теперь в данный момент мы делаем топор, получается. Для этого мы используем две палки и три доски. Две палки вылаживаем, получается, посередине и ну, три доски, вот как вы видите, да, три вот так вот вылаживаем. Получается у нас топор. Буквы Г доски. Топор служит для разрушения любых деревянных блоков и также может быть использован как оружие. Он наносит больше всего урона в сравнении со всеми другими инструментами. Не считая оружия, можно даже зачаровать топор на остроту, бить членистоногих или небесную кару с помощью зачарованной книги. Хитрости и секреты. Почему топор не рубит дерево? На северах деревянный топор часто используется для обозначения территории привата. Поэтому срубить дерево им не удастся. Лучше делать деревянную кирку, добывать булыжники и сразу делать каменный топор. Как еще можно использовать топор? Урон у топора очень маленький, чем у меча. Поэтому если закончится меч, то можно отбиваться от мобов топором. Преимущество. Легко сделать. Может быть полезно в самом начале игры. Недостатки. Быстро ломаются. Нет смысла зачаровывать. Для изготовления топора нам надо две палки и три доски. Переходим к следующему инструменту. Сейчас будем мы изготавливать мотыгу. Для этого нам понадобятся две палки и получается две доски. Палки выстраиваем посередине в верстаке и две доски сверху выстраиваем. И получается у нас мотыга. Мотыга используется для вскапывания грядки, для выращивания пшеницы, арбузов, тыквы, картофеля или морковки. Чтобы спахать блок нажмите по нему правой кнопкой мыши с мотыгой в руках. Также она не добавляет урона при атаке и не тратит свою прочность при атаке с собой. Нет никакого смысла делать мотыгу из дорогих материалов. Железа, золота или алмазов. Материал из которого сделана мотыга меняет только ее прочность. Самым лучшим материалом для изготовления мотыги является булыжник. Преимущество. Очень легко сделать. Недостатки. Быстро ломаются. Лучше сделать каменную кирку. Для изготовления мотыги нам понадобятся две палки и две доски. На этом все. Подписывайтесь на канал ЯГеймер. Желаю вам всем успеха и удачи. До свидания. До свидания.